Силовые тесты, нормативы для женщин или как понять, что пора переходить на периодизацию? Никакой силовой тренинг не сделает девушку мужеподобной, только более сексуальной, привлекательной, здоровой и уверенной в себе. Физкульт, привет! Мальчишки и девчонки, а также их родители. Недавно я выпустил видео с нормативами, тестами для парней. Каких результатов нужно достигнуть, чтобы понять, что можно и нужно переходить на тренинг по периодизации, основанный на различном типе мышечных волокон. Этот ролик был именно для парней. Меня задалили просьбой снять подобное видео, написать статью точно с такими же нормативами для девочек, для девушек, для женщин. Когда девчонкам нужно переходить на периодизацию. Итак, друзья, давайте же ознакомимся с этими нормативами специально для вас, девчонки. Все проще, чем может показаться на первый взгляд. Первая ступень идентична в плане целей и задач, что и для парней, в которой мы практически знакомимся с тренингом и грамотной техникой. В двух из четырех самых важных упражнений для натурала. При седаниях и становой тяги. А в двух других упражнениях, брусьях и подтягиваниях, пытаемся достичь результата в 15 повторений, в 5 подходах. Это будет значить, что мы закончили с первой ступенью и готовы перейти на вторую. Единственное отличие для девушек это то, что подтягиваться нужно на кольцах, либо в TRX ремнях, петлях, либо в машине Смита, когда ваши ноги на полу, а руки на грифе, либо на кольцах. Мы все это делали, точнее вы, девчонки, еще в школьной программе. В брусьях ситуация еще проще. Вы отжимаетесь между двух скамеек, руки за спиной, на одной, а ноги на другой скамейке. Обычно это занимает 2-3 месяца. За это время вы доведете технику выполнения, как приседаний, так и становой тяги до хорошего уровня. И сможете делать в каждом из них те же 5 подходов из 80 повторений, с весом в 15-20 кг плюс-минус, в зависимости от вашей физической формы. Большинство тренируется совершенно по-другому. Но только такой подход является грамотным и обоснованным. Время, которое вы посвятите отработке техники в приседе и в становой тяге, откликнется вам с торицей в будущем. А силовой фундамент, заложенный в подтягиваниях и отжиманиях от брусьев, скажется в последующем прогрессе, чего не понимает основная масса приходящих в тренажерные залы, да и большинство инструкторов, тренеров. Вы просто не представляете, насколько важна именно первая ступень. Во всем вашем дальнейшем успехе в тренажерном зале она заложит не только условия для постоянного прогресса, но и будет являться площадкой для вашей мотивации. Многие сейчас округлят глаза от непонимания, и именно по этой причине я написал большую статью, где популярно объясняю, что такое мотивация, как и откуда она берется, причины ее зарождения, почему у одних она живет и крепнет, а у других сгорает как фитиль, без следа. Посвятив первой ступени примерно 3, максимум 5 месяцев, все будет зависеть только от вас и вашего уровня подготовки, вы перейдете на вторую ступень, на которой будете продолжать растить силу в подтягиваниях и брусьях, но и начнете уже работать в отличии от первой ступени и над развитием силы в приседах и тягах, при совершенствовании техники движения, естественно. Как понять, что вы переросли уже вторую ступень? Все очень просто. Вес штанги в приседаниях и становой тяги должен увеличиться, составлять примерно 45-50% от веса вашего тела, на четких 8 повторений. Для большинства девушек это примерно 25-30 кг. Сколько времени это займет, неважно. Девчонки, главное не переходить на следующий этап, не достигнув данного показателя. Но основываясь на многолетней практике, скажу, что максимум это займет месяцев 6-8, а у некоторых рост силы может быть и более быстрым, так как именно этот период является самым продуктивным в росте силовых показателей. За второй ступенью по логике вы перейдете на третью, которая является заключительной на этапе новичка и преодолев которую вы вступите на четвертую ступень, которая будет уже совершенно другая и больше похожа на всем привычный тренировочный сплит. Как понять, что третья ступень закончена? Очень просто. В приседаниях и становой тяги вам должны покориться веса равные 80% от вашего веса тела на четких 12-15 повторений. К примеру, если вы весите 60 кг, то присесть и выполнить становую тягу должны со штангой весом 45 кг на 12 четких повторений в строгой технике. Пока вы не осилите все необходимые нормативы каждой из ступеней, даже не думайте о переходе на другие, ибо, повторюсь, в очередной раз построение силового фундамента это залог не только роста вашего прогресса, но сохранения, улучшения здоровья, ваших сухожилий, связок и всего организма в целом, плюс гарантия, накопительный эффект вашей мотивации. И касается этот параграф, этот пункт, именно мужчин и женщин, парней и девчонок. Не важно, какому полу вы принадлежите, это важно для каждого из вас, для каждого из нас. Тренируйтесь, друзья, грамотно и научно обоснованно, и тогда вы будете это делать с удовольствием, пользой и видимым прогрессом. Вы будете удивлены, и будете удивлять и вызывать зависть у других, тех, кто начал свой путь в тренажерном зале. Глупо по рекомендациям качковских журналов, по методикам чемпионов, и именно они не будут верить в вашу натуральность. Как атлета, как спортсмена. В данном случае касается это все девушек. Не верьте тому, что махи, различные тренажеры, лучше для девушек. Это полная ересь, чушь и мракобесие. Большинство неправильно начавших свой путь, бросят это дело уже через пару месяцев, а многие и недель, пополнив собой ряды троллей и хейтеров, уверенных в том, что построить мощное, по-спортивному красивое и сильное тело, невозможно без применения фармакологии. И это будет самым главным вашим математом, девчонки. Запомните, главная работа с отягощениями не сделает из девушки мужеподобное существо. Никогда вы будете становиться только сексуальнее, привлекательнее. Чтобы девушке стать похожей на мужчину, ей необходимо использовать мужские гормоны. Но кто в здравом уме будет это делать? А в современном мире, когда у парней заниженный уровень тестостерона, мы видим, что и мужчины выглядят редко как мужчины. Так что, девушки, смело тренируйтесь, грамотно питайтесь, отдыхайте и восстанавливайтесь. И будет вам большое счастье в виде здорового, красивого, сексуального тела. А самое главное, будет укрепляться в нем и ваш дух. Будет расти мотивация. Ну что же, девушки, когда вы достигли определенных показателей, которые мы сегодня обсуждали в данном ролике, вы должны переходить на тренинг по периодизации. Только периодизация, только тренинг на все типы мышечных волокон. Гликолитические, окислительные, промежуточные. На силу, на массу, на выносливость. Только таким образом можно тренироваться грамотно, сохранять свое здоровье, улучшать свое здоровье, улучшать качество своей фигуры, своей жизни в целом. Но главное, конечно же, здоровье. И, конечно, получать удовольствие от всего того, что мы с вами делаем. А это самый главный секрет успеха. Получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Если ты не знаешь, как тренироваться грамотно по принципу периодизации, тренируйся совершенно бесплатно по моим советам, по моим видеороликам, статьям, где я расписываю от и до, как прийти в тренажерный зал, как тренироваться, как пройти уровень новичка, середнячка. И когда ты захочешь тренироваться по принципу периодизации, изучай мои статьи на эту тему на моем сайте hng.ru. Если у тебя нет такой возможности, нет времени, нет желания просто вникать во все эти процессы, вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Не пропустите в следующем видеоролике, я расскажу вам о 8 ошибках натурального атлета, только пришедшего в зал. Это будет крайне полезно для новичков, но и для среднего уровня занимающихся тоже. Обязательно посмотрите данный видеоролик, ознакомьтесь, проверьте себя, свои знания. Правильно ли вы тренируетесь, грамотно ли расставляете акценты в тренинге, питании и восстановлении. Повторение. Мать учения. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова